Друзья мои всем большой привет вы находитесь на канале сказочная деревня и меня зовут Юля спасибо вам за то что вы смотрите наш канал и не пропускаете рекламу а сегодняшний видеоролик связан с тем что у нас на дворе уже глубокая осень а хочется какой-нибудь зеленушки для своих животных так сказать побаловать но и витаминки тоже вроде бы как бы пригодились и так оставила я эксперимент по выращиванию овса без грунта в закрытом помещении что у меня из этого получилось как я все это делала смотрите в этом ролике я надеюсь вам будет интересно сегодня 6 октября и мы начинаем нашу посадку у нас овес самый обыкновенный которым мы кормим своих животных поскольку у нас зерноотход здесь достаточное количество пустых зернышек чтобы убрать эти пустые зернышки и вообще чтобы овес разбух и так сказать лучше проклюнулся его нужно сначала замочить насыпаем овес заливаем тепленькой водой и оставляем примерно на сутки и так сегодня 7 октября снимаем прошли сутки снимаем верхнюю вот эти плавающие овшинки отдельно а то что утонула будем сажать хотя сажать это наверное громко сказано я использую вот такие лотки кошачьи купила в магазине и сейчас мы тут овес что утонул раскладываем в лоточки такой таким сеточку я пользуюсь чтобы вместе с водой не черпать водички было поменьше поливать мы будем их чуть-чуть попозже я накладываю погуще чтобы уж проросло побольше так все расправили расправили аккуратненько таким слоем примерно где-то сантиметр полтора видите овес разбух стал такой прям зернышки зернышки прекрасно а теперь нам нужно все это дело замотать хорошо бы замотать такой значит стрейч пленкой для палетов палет у меня ее нет ничего страшного будем заматывать обычной пленкой пищевой вот так вот по длине она у меня маловато мне так кажется чтобы ее в общем не натягивать я обмотаю ее вот так по кругу зачем я обматываю наши зерна для того чтобы создать парниковый эффект и временно лишь сохранить влагу внутри нашего лотка не нужно навсегда конечно будет эту пленку оставлять мы ее потом снимем когда проклюнутся первые наши росточки а иначе если сделать без пленки он просто пересохнет ну или придется его часто поливать мне делать это если честно никогда поэтому на первое время я вот так вот заматываю пленочкой ну вот собственно и все оставляем нашу плантацию так сказать спокойненько прорастать свет у меня здесь горит автоматически обычные люминесцентные лампы и одна небольшая лампа для подсветки но она у меня на георгина направлена поэтому здесь собственно говоря три горящие лампочки обычные дневного света по 24 ватта свет у меня стоит через таймер горит с 7 утра до 10 вечера температура в помещении конечно должна быть плюсовая у меня примерно плюс 13 вполне себе достаточно для прорастания наших посевов сегодня у нас 14 октября давайте посмотрим что у нас там происходит под пленочками и заглянем внутрь а под пленочками у нас пошли первые ростки посмотрите видите начали пробиваться а также мне не нравится что в некоторых местах пошла вот такая небольшая плесень это говорит о том что уже давно пора открывать на пару деньков все-таки я опоздала надо было снимать пленки еще когда только первые пробились ну или как себя все пропустила ничего страшного открываем нашла точки так ну вот что у нас получилось потихонечку потихонечку он уже начал прорастать вот здесь вот очень удобно так лоточек поднял и видно что там есть корешки сейчас здесь ну в принципе достаточно влаги но связи с тем что мы его раскрыли влага будет быстро испаряться и теперь нам придется их поливать все время пока они стояли под пленкой я ничего не поливала да еще заглянем да тут смотрите так корешки повеселее повеселее пошли значит будем их один раз в день поливать но не сверху семян а вот так вот открывать сюда чуть-чуть наливать водички и закрывать вот и всех делов первый раз я все-таки наверное полю их сейчас для того чтобы потом к этому не возвращаться при поливе один раз в неделю я буду использовать вот такой вот биогумус для рассады ребята можно использовать абсолютно любое удобрение для рассады ну с каким-нибудь большим содержанием азота нам же нужно зелень нагнать поэтому вот биогумус для рассады у меня остался еще с весны вполне себе подойдет по инструкции тут вот сбоку написано полив бла 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 полив просаду 10 миллилитров на 5 литров воды за раз в неделю так и будем есть маленькая леечка вот такая объемом 1 литр в принципе не вполне себе достаточно для полива всех своих семи лоточков берем 2 миллилитра наше удобрение но это примерно чуть меньше половины пробочки в пробочке обычный 5 миллилитров выливаем и поливаем поднимаем решетку и внизу поливаем ну так без фанатизма примерно там на треть на пол сантиметра чтобы вода была в нашем лоточке донышко прикрыта вполне себе достаточно все закрываем теперь примерно ежедневно приходим смотрим что там у нас с водичкой внизу поливаем обычной водой если надо раз в неделю с удобрениями и ждем пока у нас все заполосится итак сегодня у нас 18 октября и можно уже так сказать подводить итоги того что у нас получилось а получилось у нас совершенно замечательные и красивые зима зелень посмотрите какая красота на улице уже грязь слякоть а здесь у нас все растет и колосится достаточно быстро вырос овес я даже думала что будет дольше но мне даже не пришлось проводить вторую подкормку поскольку поскольку следующий подкормочный день просто не наступил и уже в принципе можно давать такую небольшую молодую зелень любой скотине дочка сегодня утром уже уговорила меня обстричь немножко зеленушки для нашего кролика конечно ему это очень понравилось такая вкуснятина дабы не быть голословной давайте проведем эксперимент ну-ка ушастый держи вкусняшка ты моя зайка вкусно тебе конечно скажи вкусно давай еще кстати хочу заметить что если не сами засаживать новую партию вполне можно отставить обрезанные хвостики и он еще подрастет опять пойдут вот эти зеленые листочки только макушечки у них будут не такие остренькие а обрезанные и принципе так можно но я думаю что недели две точно его выращивать если оставить вот эту большую зелень то она еще будет достаточно высоко расти но уже будет более жесткая все-таки вот такая именно молодая мне кажется что она намного вкуснее а также хочу заметить что вот здесь у меня 4 лотка раз два три 4 они прям под лампой находились у меня лампы 2 сегодня перегорели как назло прям перед съемкой находились в общем под лампами и они такие более густые те что стояли с краешку они чуть-чуть пожиже то есть они помедленнее растут и тянутся как бы в сторону лампы и вон с того краешку тоже видите на такая почему-то жиденькая а вот эти вот именно лотки которые прям напрямую стоят под лампой вообще получились просто супер следующий раз когда буду сажать включу вторую лампу пускай светит со всех сторон такой пророщенный овес можно давать вообще практически всем животным которые любят денег кошки куры кролики любая птица любые грузуны я думаю что даже корове хотя корове здесь конечно ну так на один раз вот давайте с вами заглянем так сказать вниз что же у нас там вот такая корневая наросла водичка еще пока есть вот такая вот густая корневая наросла если мы хотим вырезать отсюда кусочек то корневую придется срезать ножом так вот ее аккуратненько отрезать и кусочек допустим отсюда вырезать остальное можно будет оставить на доращивание хочу еще по поводу плесени добавить начале ролика там показывала что у меня была небольшая плесень смотрите вот когда овес мы раскрыли ничегошеньки здесь нет абсолютно как бы зернышки чистые плесень вся ушла из-за того что верхний слой собственно говоря подсох и он давайте я вам покажу на каком-нибудь где тут у меня пожиже поведение видите ну то есть достаточно чистый вполне себе нормально если честно то я не знаю можно ли выращивать таким же способом другие травы но я думаю что травы которые используются как пассивные например пшеницу или ячмень вполне себе можно она тоже точно также должна прорасти что касаемо других трав ну таких съедобных для человека например укроп или петрушку или еще что-нибудь теоретически в принципе попробовать наверное и можно но мне все-таки кажется что сил укропами гораздо меньше чем у овса в зерне овса ну очень много запаса питательных веществ также как и в пшенице и поэтому он даже без земли прекрасно себе растет ну а то что касаемо кормовых культур ну для человека я имею ввиду все-таки наверное нужно делать гидропонику выращивать на ней если мы хотим зимой ну или в горшочке там из-под цветов а овес вот колосится конечно я не буду выращивать эту зеленку до состояния взрослого растения меня задача в этом не стояла задача стояла именно выгнать молодую зелень для вкусняшек для своих животных эксперимент считаю вполне себе удачным завершенным и можно уже пользоваться очень быстро все выросло как это сделать я вам показала в этом видеоролике это абсолютно не сложно можно мне кажется даже выращивать на подоконнике под самой обычной лампочкой ну все друзья мои на этом наверное будем с вами прощаться внизу в описании к этому ролику и ссылка на наш магазин вконтакте который называется вкусно ем как только научусь выращивать этот овес порционно может быть он там появится в продаже продажа как лакомство для кошек как заказать товар в этом магазине вот в этом ролике вот здесь пониже что-нибудь интересное а если вы нажмете пальчиком то подпишитесь на канал тык и спасибо огромное что подписались всем спасибо за просмотр всем удачных экспериментов всех люблю целую и всем пока